Ну что же, друзья, а теперь, в пятых, мне хотелось бы перейти к более практической части нашего курса по библейскому богословию. Предлагаю вашему вниманию свое выступление на тему «Христианский взгляд на человеческую сексуальность и способы ее выражения». В качестве примера лекции, которую в разное время меня просили прочитать в двух учебных заведениях, одним из которых была семинария «Тринити». Таким образом, это совершенно реальная речь. Прослушивая выступление, его план лежит у вас перед глазами. Постарайтесь определить в нем элементы библейского богословия. То есть уловить основу для тех или иных моих суждений и увидеть, каким образом библейское богословие обусловливает тот или иной метод или то или иное утверждение. Помимо этого, постарайтесь найти здесь и элементы систематического богословия. Учитывая, что у вас есть план, лекции обнаружить их будет нетрудно. Серьезными подсказками послужат сами формулировки «учение о сотворении», «учение о грехопадении» как структурные составляющие выступления. Итак, если вам удастся выявить в моей лекции элементы библейского и систематического богословия, то, надеюсь, вы сможете убедиться, что библейское богословие — это не просто некая теория. Она носит прикладной характер и во многом определяет ваше служение и ваше рассуждение. Некоторое время я раздумывал, что же вам предложить. Лекцию по названной теме или статью, которую я написал для словаря богословского толкования Библии под редакцией Ланхузера. В итоге я выбрал текст выступления. Однако статью рекомендую в качестве дополнительного источника для практического анализа взаимодействия библейского и систематического богословия. Итак, словарь богословского толкования Библии — статья «Бог», автором которой я являюсь. В ней рассматривается не только то, что о Боге говорит Библия, но и подходы к богословскому толкованию Библии, совокупно формирующие библейское учение о Боге в 3000 словах. Труд был нелегким и очень ответственным, и его плод в виде словарной статьи я предлагаю вам в качестве материала для богословского анализа. А теперь перейдем непосредственно к выступлению. В завершении вы можете предложить свои комментарии по поводу того, насколько успешным оно было, а также задать вопросы непосредственно по содержанию лекции. Слова и термины — вещь важная, но коварная. За одним и тем же языковым знаком сознаний разных людей могут стоять совершенно разные образы и понятия. Так, на заре своего преподавания в США я однажды попросил студентов записать дату сдачи письменной работы у себя в дневниках. Они смотрели на меня с полным недоумением. В глазах читалось, а дневники-то зачем? Оказалось, что под словом «дневник» американцы понимали свои личные дневники, а то, что я имел в виду, называлось учебным графиком или расписанием. Таким образом, в начале обсуждения следует определить некоторые термины во избежании дальнейшего недопонимания. Сексуальность в моем выступлении понималась как мысли, чувства, физиологические и поведенческие изменения, связанные со способностью к телесному единению, заложенной в человеческой природе. Феномен человеческой сексуальности можно рассматривать с самых разных сторон. Например, в биологическом аспекте, психологическом, социологическом, философском, историческом и даже юмористическом. Во время столкновений между католиками и протестантами в Северной Ирландии произошел один забавный случай. Однажды, в жаркий день, дети, мальчик и девочка решили искупаться в реке. Они решили полностью раздеться, чтобы родители не ругали их потом за мокрые вещи. Мальчик посмотрел на обнаженную девочку, и лицо его просеяло, как будто он только что сделал грандиозное открытие мирового масштаба. «А, — сказал он, — теперь я понимаю, чем католики отличаются от протестантов». Сегодня же мы поговорим о сексуальности человека столь же открыто, но с богословских позиций. О чем конкретно идет речь? Анализ любого явления с точки зрения богословия требует богословского мышления, что, в свою очередь, подразумевает основополагающее значение Божьего Слова, Писания, как Божьего Откровения, как пробирного камня, главного критерия в любого рода спорах-разногласиях. Пробирный камень — это разновидность сланса или искусственный камень, применяемый для определения пробы золотых, серебряных и платиновых изделий. Для нас такого рода пробирным камнем должно быть Священное Писание, в том числе и в таком важном вопросе, как человеческая сексуальность. В январе 2004 года журнал «Тайм» опубликовал статью о сексуальности человека, в которой было написано, цитирую, «Из всех исключительно глупых и в высшей степени приятных видов деятельности человека именно секс вызывает наибольшее недоумение». Что это вообще такое, и почему мы этим так поглощены? Допустим, стремление к продолжению рода заложено в нас биологически, но ведь сексуальность находит свое отражение в искусстве. Именно с ней часто ассоциируют влюбленность, страсть, разрывы, печаль, товарищество, любовь и даже насилие и криминал. Все это играет огромную роль в нашей повседневной жизни, начиная с физического и эмоционального здоровья и заканчивая политикой и продолжительностью жизни. Но почему? Чем это обусловлено? Можно ли сказать, что такая значимость межполовых отношений заложена в нас природно, или же здесь действует нечто более разумное и тонкое? Наблюдается некое сложное взаимодействие между сексуальностью, жизнью и человеческой природой. Так вот, для того, чтобы выявить это нечто тонкое и разумное, нам нужна мудрость Божия. Поэтому начинать следует с триединого Бога. Итак, первое. В основе вопроса о сексуальности человека лежит учение о Троице. Богословский подход по логике начинается прежде всего с выяснения того, кто Бог, каков Он. Живой Бог, о Котором говорит Писание, главное действующее лицо в истории спасения, существует в трех лицах. Единый и единственный Бог Верхового Завета открывается нам в Новом Завете, как Отец, Сын и Святой Дух. Трозакония 6, 4 и 5, Матфея 28, 18-20. В Новом Завете Бог остается единым, однако теперь Он предстает пред нами в Своем триединстве. Само бытие Бога, или онтология, является некой недифференцированной субстанцией до возникновения каких-либо отношений, а представляет собой взаимодействие присносующих Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, Бог — это внутреннее общение лиц Троицы. Их непрестанные взаимоотношения, которые и характеризуют сущность Бога как Троица, ад-интра, а не только ад-экстра, когда Бог являет Себя как Творец, Искупитель и Свершитель. Итак, внутреннее общение Божественных лиц происходит независимо от Творения. Извне Ему никто не нужен. Иначе говоря, желание находиться в заветных отношениях и пребывать в общении любви присуще Троице в принципе, а не проявляется эпизодически. Таким образом, подобные отношения взаимной любви христиане и называют Троицей. Повторю, в едином Боге всегда были, есть и будут взаимные отношения любви между лицами Троицы. Это революционное понимание Бога, характерное для христианства и хранимое христианской церковью. Далее, живой Бог, явленный нам в Священном Писании, благ и премудр. Его замысел для человечества, при всей его гибкости, направлен на человеческое процветание. Во Второзаконии говорится, что заповеди и законы даны нам, дабы продлились дни наши. Второзаконие 6.2. А вот как Сам Господь говорит о Своем служении, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» – Иоанна 10.10. Более того, как утверждает богослов II века Иринеи, «Слава Божия – это человек, живущий полной жизнью». Первое искушение – усомниться в благости Божией и подумать, что Он удерживает от Своего творения прекрасные блага. Ботие 3.1-7. Учитывая мириады текстов сексуальной подоплекой в современном обществе, подчинение такому Богу в плане межполовых отношений требует уверенности в том, что Он, как никто другой, знает человека. В контексте нашего обсуждения я считаю это главным богословским вопросом – можно ли доверять Богу все сферы своей жизни, в том числе и половую? Или же Он осуждает человеческую радость и удовольствие? Отнюдь. Бог не Гринч, похитивший Рождество. Если вы знакомы с произведениями выдающегося богослово-сказочника доктора Зеуса, вы, возможно, помните такие строки. Может быть, Гринч стал таким потому, что были малые ботинки ему, или сердце, что, может быть, тоже было размером с горошину. Но Бог не таков. Хорошо об этом сказал Рэмси. У Бога нет ничего христоподобного. Иисус всегда был не прочь хорошо провести время. И даже Царство Небесное Он сравнивал с пиром. Луки 14, 2-24. Во-вторых, сексуальность предусмотрена творением, учение о творении. Многогранность Бога отражена в явленном им же собственном образе. Этот образ находит в человеке самое разнообразное выражение. Мы несем ответственность за жизнь, способны демонстрировать разумное и нравственное поведение, управлять творением, проявлять себя как социальные существа, в том числе и на уровне общения между полами. Бытие 1 и 2, глава 9, стихи 5 и 6. Кстати, в книге Бытие Адам не сумел обрести свою значимость в Боге во всей полноте. Так мы читаем «Нехорошо быть человеку одному», Бытие 2, 18. У Адама был Бог и все остальное творение, но, несмотря на это, он чувствовал себя одиноким. Посему Бог сотворил Еву из ребра Адама. Посредством супружеского единения, описанного в Бытие 2, до отлепится, до прилепится, появляется один человек, одна плоть. Выражаясь иначе, для удовлетворения потребности человека в любви ни Бога, ни творения недостаточно. Для этого нужен другой человек. И Бог говорит, что это хорошо. Потребность в любви и сексуальном наслаждении, по Божьему замыслу, должна удовлетворяться в супружеском единении, мужчины и женщины. Это предназначено Богом. Следовательно, Библия не дает никаких оснований для осуждения плотских желаний, как будто мы духи, попавшие в телесный капкан. Богу нравится материя, ведь Он ее сотворил, причем во внушительном количестве и разнообразии. Третьих, искаженная сексуальная сторона жизни. Грех портит и извращает отношения. Он всегда несет одну лишь пагубу. Он зарождается в результате отрицания благости и щедрости Бога, пронизывающих Его качества и намерения. Бытие 3, 2-6. И выражается в слове «неверие». Последствия этого губительны. Потребность любить и быть любимым превращается в потребность доминировать или устраниться. И снова книга Бытие дает нам богатую почву для размышлений. «Согрешив, Адам и Ева скрылись от Бога», о чем мы читаем. Бытие 3, 8. «Согрешив, Адам и Ева ощутили асимметрию владычествующего и подвластного в контексте собственных отношений». Бытие 3, 16. Таким образом, грех искажает сексуальность, как выражение «власти», «владычество» и порождает чувство стыда. Обнаженность человека перестает восприниматься как нечто естественное. В ходе библейского повествования, учитывая контекст всех 66 книг Библии, то есть канон, извращающие свойства греха проявляются, скажем, при любодеянии, мужской и женской храмовой проституции, насильственном половом сношении, то есть гомосексуальном или гетеросексуальном насилии, инцесте, гомосексуальных и лесбийских отношениях, при любодеянии и разводе. Исторический анализ показывает, что негативные последствия грехопадения нашли свое отражение и возникновение христианских течений, осуждающих половую жизнь, пренебрежение физиологической составляющей человека как Божьего творения. Одним из сторонников и пропагандистов такого подхода был, в частности, Агустин. Список грехов, связанных с сексуальной жизнью, пополняет порнография, при любодеянии в отношениях между супругами или же членами нуклеарной семьи, которые имплицитно ставят под сомнение возможность сохранения чистоты в безбрачии. Сексуальная сфера жизни человека есть сотворенное Богом благо, которое представляет собой лишь одну из грани образа Божьего в человеке, и магу Дэй, соответствующей потребностью в отношениях. Отсюда жизнь безбрачия отнюдь не является неполноценной. В противном случае, что можно было бы заключить о жизни самого Христа в Его служении Небесному Отцу? Здесь вполне уместно было бы озвучить ссылку. А она гласит, «Безбрачие в богословском понимании может стать признаком и свидетельством о мире грядущем, где венцом отношений станет брак Христа с Его невестой, церковью». Существует предположение, что безбрачие Христа на земле обусловлено тем, что на небе Его ждет невеста. Равным образом, брак, в котором супруги хранят верность завету, есть признак и свидетельство о браке Агнца с церковью в мире грядущем. Таким образом, и супружество, и безбрачие имеют богословское обоснование. Возвращаемся к основному тексту. В-четвертых, сексуальность как источник радости, учение о продолжающемся творении. В библейских текстах сексуальная сфера жизни человека, даже искаженная грехом, остается тварным благом. «Песнь в песне» представляет собой великолепное описание плотской радости, выраженной во взаимном притяжении, любовном желании или эросе, а также плотской любви между мужчиной и женщиной. «Песнь в песне» 7.1-8.4 «Эдакий источник радости и удовольствия для бедных», я бы его так назвал. «Плоть» — это не плоть в древнегреческом понимании, как гроб души, откуда она стремится вырваться. Так, в Новом Завете Павел противостоит учению гностического характера, запрещающему вступать в брак. Он продолжает видеть в Божьем творении благо, которое принадлежащим обращении способно доставлять радость, если освящается Словом Божиим и молитвой. 1 Тимофею 4.1-5 Понимать учение Павла о творении значит опираться на его тезис о том, что «всякое творение Божие хорошо» — 1 Тимофея 4.1-5 и что «все творение взывает об избавлении» — римлянам 8.18-25, ожидая искупления тела. Следовательно, никаких твердых библейских оснований для альтернативного, отрицательного взгляда на плотскую близость и шире на телесное существование — нет. Он противоречит учению о продолжающемся творении. В-пятых, сексуальность в христианском учении о благе имеет заданные границы. Библия говорит об этом четко и однозначно. Половые отношения между мужчиной и женщиной нравственно допустимы только в браке. Обоснование этого представлено в книге «Бытие». Изначально отношения возникают на почве партнерства — «Бытие 2». Далее, в Ветхом Завете супружеский союз описывается в терминах «завета» — «Малахий 2.14». То и дело, брак используется в качестве метафоры для описания заветных отношений между Богом и Его народом. Например, в книгах Хоси и Иезекииля. Новозаветное откровение вполне согласуется с Ветхозаветным. Иисус понимает брак как образование одной плоти — Матфея 19. Говорит об этом и Павел, 1 Коринфянам 6. Поэтому в разводе Христос видит серьезную нравственную проблему, а Павел не считает половые отношения с блудницей нормальным делом. Наши тела — суть храм Духа Святого, если мы принадлежим Христу. А это значит, что и обращаться с ними нужно соответственно. Бог призывает нас не только к радости и удовольствию, но и к ответственности. Согласно библейскому учению о благе, отношения налагают обязательства. Завет, как отношения, основанные на обетовании, требует ответственного отношения и предусматривает ряд обязанностей. Прелести половой жизни предназначены только для супругов, то есть в контексте брака, который требует от человека оставить отца и мать, прилепиться к жене, дабы оба стали одной плотью. Публично же супруги дают друг другу брачные обеты. Таким образом, библейские требования ясны, хотя весьма непопулярны в современном мире, где царит вседозволенность. Я говорю о верности в браке и чистоте в безбрачии. Итак, потребность в плотских отношениях должна удовлетворяться в соответствии с Божьим замыслом. Скажем иначе, в этом сотворенном Богом мире действуют нравственные принципы. Помню, первое, чему я научился в столярном деле на уроках труда в школе, в Сиднее, это что вести рубанок следует вдоль волокон древесины, а не поперек, как я пытался делать вначале. В противном случае образуются зазубренные сколы. Вот так и жизнь, вопреки правилам и установлениям Божьим, приводит к самым нежелательным жизненным зазубренным. В шестых, сексуальность оправдана – учение об искуплении. Благодать не уничтожает эрос, а дает ему реализоваться в заданных рамках. Новозаветное Евангелие принесло с собой этику, основанную на новых взаимоотношениях со Христом. Евангелие и образ жизни нераздельно связаны между собой. Жить по Евангелию значит не только принимать правильные решения, но и быть учеником Христа. Как фессалоникийцев Павел призывал не только обратиться к Богу от идолов, чтобы служить Богу Живому, Истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 1 Фессалоникийцам 1, 9 и 10. В течение трех кратких недель пребывания Павла в Фессалониках, деяния 17, 1-9, он проповедовал Евангелие и оставил фессалоникийцам этику. Этику он описывает, как воспринятый от Него образ жизни. Содержание заключалось в том, как угодить Богу. Источником служил Господь Иисус. Апостол, Силуан и Тимофей стали живым связующим звеном между Христом и Его народом, каналом передачи Христового учения. Даже в Коринфе, печально известном своим половым распутством, Евангелие сыграло свою преображающую роль. Действительно, коринфская община была не беспроблемной. В ней были разделения, главы с 1 по 3, вопиющее аморальное поведение, глава 5, судебные иски христиан против христиан, 1 Коринфянам 6, беспорядок во время поклонения, 1 Коринфянам 10-14 и даже лжеучение о воскресении, 1 Коринфянам 15. Однако, относительно коринфской общины, Павел подводит такой итог, 1 Коринфянам 6, стихи с 9 по 11. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Очевидно, именно таких коринфян встретил Бог, но такими Он их не оставил. Именно такой неприглядной была их жизнь, в том числе и ее половая сфера. В Новом Завете потребность в христианском общении теперь реализуется на основании человеческого опыта и тем самым преображает и переоценивает даже отношения среди домашних. То есть между мужьями и женами, родителями и детьми, господами и рабами. Соответствующие правила и наставления записаны в Ефесином и Колосином. Следует отметить, что, например, исторически, в определении роли мужа и жены, христианство отталкивается от жертвы Иисуса Христа. Ефесином 5. «Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как записано в послании к Диогнету, датируемом следующим веком, «Христиане не отличаются от прочих людей, они вступают в брак, как и все, рожают детей, только не бросают их. Любой христианин праве разделить с ближним трапезу, но ни в коем случае не супружеская ложа». Будучи ректором университета в Австралии, я вынужден был отвечать на многочисленные вопросы студентов светских факультетов о правилах проживания в студенческом городке. «Сожительство у нас было запрещено». Студенты были этим крайне недовольны, считая мою этику средневековой. «Что вы отреагировали? Она куда более древняя». Но, как нам напоминает Клайв Льюис в «Фрониках Нарнии», не стоит забывать о хронологическом снобизме. Не все старое, неверно, плохо и лишено ценности. Мудрость долговечна. А вот глупость остается глупостью во все времена. В седьмых, сексуальность в контексте вечности. Учение о последнем времени. Библейская история спасения развивается по определенному замыслу. Бог намерен привести своих чад в славу. Евреям 2.10. Как говорил американский писатель и христианский священник Фридерик Бикнер, «Хорошая книга есть хорошая книга». Он твердо убежден, что, несмотря на все разнообразие библейских свидетельств, основной сюжет весьма прост. Бог творит мир, мир уходит от Бога, но Бог возвращает его к славе. Происходит движение от старого творения к новому, от сада к граду, от трагедии к комедии. Вечность не описывается, как некое бесконечное, внетелесное существование. Христианство – это не древнегреческое учение о бессмертии души. Христиане верят в телесное воскресенье, о котором говорит Писание в 1 Коринфянам 15, и которое звучит в апостольском, никейском символе веры. Вопрос в том, будет ли у человека в жизни вечной, половая сфера жизни и ее выражение. Иисус говорил, в воскресном люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небе. Матфея 22, 30. Автор Откровения пишет, что в мире грядущем супружество будет, но лишь между Христом и его невестой Церковью. Откровения 19, 21 и 22. Представляется, что человеческая сексуальность с ее выражением теперь проявляется в ином плане. В вечности понятие «эрос» описывает взаимоотношения Церкви и Христа. Плотская любовь оправдана и преображена благодатью. Это все, что мы можем заключить, опираясь непосредственно на текст Священного Писания. Как говорил Моисей Израилю, «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Второзаконие 29, 29. И так открыто не всем остаются и тайны. Ну что же, похоже, мы приближаемся к концу. Необходимость учета культурного контекста. У многих есть искушение дать определение нашему времени. Поэт Уистен Хью Одден назвал его «веком тревоги». Сидни Кейв, специалист по эстетике, охарактеризовал его как «век, лишенный стандартов». Кеннет Гелбрейт, экономист, определил наш век как «век неопределенности». А культуролог Нил Постман относительно недавно назвал его «веком несостоявшихся богов». Культурная неопределенность, как одна из опасностей нашего времени, великолепно схвачена и выражена в стихотворении Уильяма Баттлера Йейтса «Второе пришествие», где есть такие строки. «Кружась все шире в ветреной спирали, Сапсан услышит властный зов едва ли. Все рушится, не держит середина. Анархия в миру, и, как лавина, безудержен прилив кроваво-темный, И чистота повсюду захлебнулась. В безверии все лучшее, И в страстном все худшее трепещет напряжение». В этом потрясающем стихотворении Йейтс символически выражает мысль о том, что мы живем в эпоху заката христианской цивилизации и наступления нового жестокого века Антихриста. Под вторым пришествием подразумевается пришествие не Христа, а зверя. Вот такое время. Следует постоянно напоминать себе о том, что христианство Константина, если не умерло, то уже агонирует. Константин был первым римским императором. Довольно быстро христианство стало прочно ассоциироваться с силой и властью. В начале 4 века, века Константина, гонением подвергались христиане, а в конце – язычники. Сегодня мы живем в эпоху плюрализма и релятивизма. В отличие от Августина, который умер в 430 году н.э., мы не можем и не должны утверждать, что несогласных следует силой принуждать к христианской покорности. Это было бы очень прискорбно. Как некогда сказал Самуэль Батлер, тот, кто уступает против воли, по-прежнему остается при своем мнении. Наше понимание человеческой сексуальности с позиции христианства формируется в совершенно иных условиях. Это уже не эпоха Августина и Константина, когда христиане стояли у власти. Современные условия скорее напоминают преникийскую эпоху. Первые три века христианства с характерным для этого времени смешением религиозных воззрений, рас, национальностей и морально-нравственных ценностей. Эдакий микс воззрений и ценностей. Законодательство далеко не главный ключ в связке, но при этом необходимая составляющая демократического общества. Главный ключ – умение противостоять общекультурным трендам, словам и делам. Не будем обманываться. Быть христианином в подобном мире значит противостоять доминирующей культуре. Или, выражая словами яйца, быть серединой, которая держит. Серединой, которая держит. Это середина – сам Христос, который призывает нас, его последователей, быть в этом зыбком мире с солью и светом. И заключение. Современная культура, как бы парадоксально это ни звучало, становится одновременно все более религиозной, учитывая повальную увлеченность восточными религиями и новыми движениями, например, движения Новый век. И все более светская, о чем говорит популярность в наши дни гуманизма и гедонизма. Влияние христианства неуклонно падает. В таких условиях от каждого христианина отдельно и всего христианского сообщества совокупно особенно требуется противостоять современным культурным ценностям, в том числе и в сфере половых отношений. Однако без библейского понимания и обоснования человеческой сексуальности с характерными для нее чувствами и должными способами их выражения современное христианство вряд ли будет способно эффективно влиять на современное общество, помешанное на сексе. Как мудро заметил философ Элтон Трублатт, для того, чтобы быть эффективной, религия должна быть не одним из предприятий, а средой для всех возможных предприятий. Только тогда она сможет максимально повлиять на общество, передав ему свои ценности. Если современное христианство не располагает соответствующим пониманием и обоснованием половой сферы жизни человека, оно остается оторванным от повседневной жизни общества. Так вот, сегодня до всех вас я пытаюсь донести мысль о том, что такой подход требует от нас убежденности в том, что все благи и любящий Бог мудро замыслил все стороны жизни, включая сексуальную. Ну что же, вот с такой речью я выступил перед студентами-семинаристами в Трините пару лет назад, а также студентами-старшекурсниками колледжа. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте 3wtvseminary.com. А теперь, опираясь на текст плана и устную презентацию, попытайтесь определить в моей речи элементы систематического богословия. С самого начала, первые принципы, логически отправной точкой послужило понятие о Боге, кто Он. Таким образом, уже в начале выступления актуализируется учение о Святой Троице. И хотя я постарался не перегружать выступления богословскими терминами, фундаментальные вопросы систематического богословия, которых я касаюсь в первой части, все же хорошо просматриваются. Например, учение о сотворении, учение о грехе, богословие, называемое хамартеологией. Далее учение об искуплении, экклесиология, этика, или учение о благе, а также эсхатология, учение о последнем времени. Таким образом, хочется надеяться, что это неплохой пример того, как систематическое богословие способствует формированию последовательного, библейского понимания, исключительно актуальной проблемы современности. А теперь давайте найдем элементы библейского богословия. Библейская история здесь начинается сначала, с сотворения, книги бытие, и прослеживается до самого конца. Если посмотреть на то, как организованы эти фундаментальные темы, то нетрудно заметить, что они выстроены в соответствии с библейским сюжетом, начиная с Бога и заканчивая грядущим миром. При этом на протяжении выступления я периодически ссылаюсь на Ветхие, затем на Новый Завет, фоном разворачивая сюжет библейской истории. Таким образом, элементы библейского богословия пронизывают всю мою речь. Надеюсь, что вы это заметили. Данную тему меня попросили осветить. Так вот, в ходе подготовки стало очевидно, что библейское обоснование моего подхода требует обращения и к систематическому, и к библейскому богословию. Понятно, что в этом деле опыт у меня довольно богатый. А вот у новичка подобный анализ Писания может занять несколько больше времени. Следовательно, фактор опыта не стоит сбрасывать со счетов. Замечу, что мои выступления нельзя назвать целиком описательным. Я не просто говорил о том, что написано в Библии, хотя библейского материала по этой теме достаточно. Взять хотя бы представление о браке как о заветном союзе или образовании одной плоти. Все это в Писании есть. Далее я попытался сделать вывод о том, какой образ жизни христиане должны вести в свете особого откровения. Более конкретно, моя позиция выразилась, например, в постулате о сохранении нравственной чистоты в безбрачии, а также в верности в браке как в заветном союзе. Коснулся я также и вопросов супружества и безбрачия. И то, и другое не противоречит библейскому учению и может рассматриваться с самых разных богословских позиций в эсхатологическом аспекте, в разрезе того, на что они указывают. Таким образом, в примечании вынесен довольно богатый материал, который более подробно освещает отдельные вопросы нашего обсуждения. Вопросы или комментарии есть? Если нет, тогда давайте рассмотрим библиографический список. Буквально несколько слов по этому поводу. Это шестой пункт. Еще раз обращаю ваше внимание на статью о систематическом и библейском богословии Дона Карсона в новом словаре библейского богословия. Думаю, вы заметите некое родственное сходство между моими воззрениями и воззрениями Дона Карсона, Ричарда Линца и Джона Мюррея. Хотя у Дона Карсона свой неповторимый способ выражения мыслей. Вот почему эту статью я вам настоятельно рекомендую. Еще один источник – небольшое произведение Эдмунда Клауни «Проповедь о библейское богословие», которое фактически начинается с вопроса, что такое библейское богословие. Автор предлагает читателю разобраться в сути этого предмета и разграничивает библейское богословие как дисциплину и библейское богословие как некогда существовавшее, но уже изжившее из себя движение в либеральных церквях и семинариях. Так что ознакомьтесь, будет полезно. Обсуждается здесь и тема библейской проповеди, такой, какой она должна быть, ведь автор – проповедник. Поэтому, если вы в дальнейшем планируете заниматься этим служением, а понятно, что проповедниками будут не все, кто-то займется душепопечительством или чем-то еще, так вот, если вы планируете проповедовать, приобретите эту книгу, не пожалеете. Ричард Гэмбл написал статью, которая, на мой взгляд, не так уж легко читается, но вместе с тем стимулирует мысль и побуждает к размышлению. Она включена в новую книгу под редакцией МакГауэна «Непрестанная реформация исследований систематического богословия». Статья Гэмбла посвящена вопросу взаимосвязи библейского и систематического богословия. В данной главе, наряду со всем остальным, автор анализирует некоторые возражения против библейского богословия в той трактовке, которую предлагаю я, с евангельских позиций. Итак, аргументы против. Так что статья дает хорошую почву для анализа уже на более продвинутом уровне. Не безинтересна и полемика на страницах английского богословского журнала «Темелиус» между Карлом Трумэном и Грэмом Голдсуорси. Карл Трумэн написал для этого журнала «Передовицу», который подверг критике библейское богословие. Причем отчасти справедливо. Карл Трумэн, который, кажется, работает в Уэст-Минстер-Уэст, утверждает, да, это какая-то реформатская семинария. Кто-нибудь знает? Ага, в Филадельфии. Значит, Уэст-Минстер-Ист. Так вот, он утверждает, что библейское богословие может привести буквально к одинаковой проповеди. Какой бы ни была тема, проповедник всегда будет говорить о Христе. От Ветхого Завета до Нового Завета единственной значимой фигурой «Видится Христос». Это, знаете, похоже на известный анекдот про ребенка, который отгадывал загаданный предмет. Знаете? Учитель говорит, «Я загадал объект живой природы. У него столько-то и столько-то ног, он издает такой-то и такой-то звук, он зеленого цвета, у него есть крылья. Кто-нибудь угадал? И вот маленький мальчик поднимает руку и говорит, «Конечно, по описанию похоже на кузнечика, но правильный ответ, конечно, Иисус». Видимо, где-то мальчик хорошо усвоил, что все всегда сводится к чему-то или кому-то одному. Труман усматривает в этом проблему. И я его понимаю. Ибо у нерадивых библейских богословов так и получается. Они навевают скуку, потому что каким бы ни был предмет разговора, он всегда сводится к одному и тому же. Раз за разом схема одна и та же. Однако дело не в самом библейском богословии. Проблема заключается в том, что когда проповедник ограничивается изложением одного и того же текста Священного Писания от Бытия до Откровения, применительно к какой-либо теме, он по сути не отвечает на вопрос типа «И что?» То есть нормативный вопрос. Как в свете этого мне следует поступать? Что я должен переосмыслить? Во что верить? Если я приму на вооружение, что говорит Писание, как это отразится на моих отношениях? Так вот, если такого рода вопросы остаются без ответов, проповедь утрачивает свою актуальность для слушателей. Проповедник приглашает их исследовать мир Библии, но при этом никак не проецирует его сокровища на современность, на те условия, в которых мы живем здесь и сейчас. Ответ на статью Карла Трумэна пишет Грэм Голдсуорси в своей публикации «Онтология и библейское богословие». Кстати, Грэм Голдсуорси известен как эксперт в области систематики, чего не скажешь обо всех его учениках. Итак, имейте в виду, что такая полемика на данный момент ведется. В библиографии также указаны две работы Ричарда Линца. Одна из них из современной реформации «Архитектоника богословия». Джон Мюррей и его переизданные классические статьи. Статьи по систематическому богословию теперь объединены в одну главу в собрании сочинений Джона Мюррея, четвертый том «Труды по богословию». Возможно, это чтение не всегда будет увлекательным, однако работы Мюррея отличаются глубиной и последовательностью. В Уэстминстере он всегда был серьезной фигурой. Знаете, у него был вставной глаз. Свой он потерял во время Первой мировой. Довольно часто люди, слыша о нем, как о человеке весьма серьезном, спрашивали студентов «А какой он, Джон Мюррей?» На что студенты отвечали «У него есть искорка, но только во вставном глазу». Да, думаешь ты на этом. Вот такой серьезный шотландец. Бернард Рэм и его «Герминевтика». В книге «Герминевтика. Теория толкования» он является автором первой главы. Достаточно отксерокопировать только ее. Субтитры создавал DimaTorzok